здравствуйте здравствуйте ну вот и начинается очередная парфюмерная неделя эта неделя я думаю будет у нас не тематическая просто симпатичные приятные осенние парфюмы сегодня понедельник я уже пришла с работы вечер и сегодня на мне был вот этот замечательный парфюм он у меня фигурировал в подборке осенних октябрьских ароматов и я решила что мне хочется хочется его вот поносить поэтому понедельник вот эту вот последнюю неделю октября последнюю полную неделю октября до на следующей неделе уже начинается ноябрь я начинаю именно с этого замечательного аромата я уже повторюсь я пришла домой соответственно весь день я была в этом аромате я нанесла на себя несколько пшиков ни один не два побольше вот потому что я не скажу что это парфюм очень громкий или кричащий или удушающий ничего подобного несколько пшиков это то что надо я ощущала в принципе где-то на протяжении 9 или 10 часов вот столько времени у меня занимает дорога вот работа моя и обратная дорога до дома вот от вот я сейчас снимаю видео и ощущаю вот ора от флакона вот этот вот такой приятный приятный аромат ваниль на пряно пьяно пьяноватый но собственно так и есть собственно такая есть это ваниль немножечко с алкогольными такими но не грубым и алкогольными такими мягкими такими слабо алкогольными, нежёсткими и пряными нотками в какие-то моменты, в какие-то моменты вот эта алкогольность, вот эта пряность, она звучала чуть более явно. Вот на улице этот аромат менее заметен, чем в тёплом помещении. На улице я от себя его мало ощущала, несмотря на то, что сегодня была замечательная погода, очень солнечно-яркое небо, голубое, такое прям вот красивое. Вот, ведь ветер, да, холодный, уже как-то холодно ощутимо стало, вот. Но даже несмотря на ветер, я вот такого явного аромата от себя не ощущала. Но вот в тёплом помещении, на работе, в аудитории этот аромат как раз-таки раскрывался, звучал. Очень хорошо я его ощущала в течение всего дня. Вот, так что достаточно стойкий, красивый, приятный ванильный аромат. Всем приятного вечера! Добрый вечер, добрый вечер! У нас вторник, я уже вернулась с работы и снимаю вечером свой маленький ролик. Так, сегодняшний аромат дня у меня вот такой вот. Это аромат ваниль шоколад от марки Le Cinture Gourmand. Le Cinture Gourmand. Я люблю этот аромат. Это первый аромат от бренда, который я купила. Это был очень удачный опыт знакомства с брендом. После этого я купила ещё несколько ароматов от бренда Le Cinture Gourmand. Всего, мне кажется, у меня было 6 этих ароматов. Но сейчас у меня осталось то ли 4, то ли 5. А может быть, у меня даже было 7, потому что 2 я продала точно. И вот сейчас у меня осталось то ли 4, то ли 5 ароматов от этого бренда. Но ещё с одним я бы с удовольствием рассталась. В принципе, он мне как-то не очень. Но вот этот вот аромат ваниль шоколад, это очень приятный аромат. Я его искренне люблю. Значит, собственно говоря, о чём это аромат? Ну вот как он назван, так он и пахнет. В большей степени это шоколад. В большей степени это шоколад. Такой шоколад немножечко припыленный. Пирамида здесь достаточно простая, очень вкусная. Здесь у нас, если я правильно помню, есть ванилька, шоколад, табак и мёд. Я не помню, есть ли что-то ещё. Но мне кажется, вот эту специфическую такую какую-то интересную припылённость шоколаду придаёт именно табак. Вот она не просто какая-то припылённость, она какая-то интересная, очень такая специфическая. Вот мёда я здесь в основном как такового не ощущаю. Не знаю, где он здесь, я его не нашла такого явного. Это шоколад с каким-то вот ванильным привкусом и с таким вот интересным пыльноватым каким-то оттеночком. Аромат мягкий, аромат такой облачный. Этим ароматом можно поливаться, прямо-таки вот облиться, и он никого не задушит, ни вас, ни окружающих. Это достаточно стойкий аромат, по крайней мере, вот я уже посчитала, что, ну, прошло 10 часов с тех пор, как я его на себя нанесла. Я не ощущаю его достаточно явно, но от волос очень-очень лёгкий, почти незаметный шлейф, ну, шлейф там исходит. Но где-то на протяжении часов 7 он ощущался достаточно явно, достаточно явно, хорошо ощущался аромат. Вот. Очень приятный аромат, знаете, такой приятный какой-то, нежно-воздушно-суфлеенный такой аромат. И вместе с тем, не знаю, мне кажется, весьма подходящим на прохладную уже погоду. Вкусный аромат, такой добрый какой-то. Я его люблю, я его люблю и ношу с удовольствием. Ваниль Шоколад от Лесен Тургурманд. Ну и сегодня после работы я зашла на почту. Ко мне дошла посылочка с отливантиками. Я их ждала с нетерпением. Здесь два интересных аромата. Ну, в таком вот, в весьма небольшом количестве. Давайте вскроем и в качестве второй части об аромате дня. Давайте посмотрим, что же ко мне пришло. Какие два маленьких отливанта, да, какие два ароматика появятся в моей коллекции. Ну и вот, вот моя покупочка. Собственно говоря, два отливантика по 3 мл. И вот этот вот пробничек девочка-продавец положила в подарок. Это у нас Dolce Gabbana Millennial Skin Tinted Moisturet. Тональник, наверное, да, что-то вроде тональника. SPF 30 надо будет попробовать. Здесь 1 мл. Ну, отложим сейчас в сторону. Два отливанта, два аромата, которые я купила. Первый, это вот, давайте начнем слева направо. Это у нас Amoage. Amoage, чтобы видно было. Amoage, это Epic 56 в концентрации экстракт. Это новая версия аромата. Я так помню, что его вроде как издали в 2021 году. И парфюмер здесь Cécile Zorakian. Вот. На ютубе я видела пару роликов. Я точно смотрела распаковку и отзыв на этот аромат на канале Анжелики Браун. Это девушка из Нюрнберга. Где-то еще, кажется, видела, но точно не помню. Такой не просто небюджетный, а весьма дорогой аромат у Amoage получился. Я взяла 3 мл. Мне просто очень интересно. Вряд ли я, конечно, когда-нибудь осилю этот флакон. Это просто, мне кажется, это... Ну, вряд ли. Сразу говорю уже, вряд ли. Но попробовать все равно очень интересно. И второй аромат, который я взяла попробовать, это у нас аромат от марки Мастефанум Берлюкат 777. И аромат называется Мантелс. Или Мантелс. Богомол. Богомол. Очень интересный аромат. Мне понравился по пирамиде. Вот там у нас... Что это? Аромат медовый, амбровый, кожаный, мускусный, белоцветочный, бальзамический. В общем, такие ноты, которые мне нравятся. Аромат, мне кажется... Не знаю, остался он в продаже или нет. Но Стефанум Берлюка мне интересен. У меня есть несколько ароматов от этого парфюмера дома. Стефанум Берлюки. И мне вот с Мантелсом интересно познакомиться. Я взяла еще вот эти тоже 3 мл. На то, чтобы узнать этот аромат. Ну что ж, вот, собственно говоря, распаковочка произошла. Два новых ароматика в коллекции. Всем приятного вторника вечера. И до свидания. И снова здравствуйте. Пришла среда. И сегодня я дома. Чему очень рада. Сегодня у меня будет вот такой вот аромат в виде пробника. У меня есть целый набор от этого итальянского нишевого дома. Амарантис. Амарантис Харпс. И я взяла на пробу вот этот аромат. Первый аромат из моих пяти. Который называется Ангел Трамп. Ангельские трубы. Вот. Здесь у нас концентрация парфюм. Здесь у нас должны быть белые цветы. Собственно, вот пока что на вскидку ничего уже не могу сказать. Сегодня я буду пробовать этот аромат. Буду его тестировать. Буду разнашивать его. Посмотрим, насколько его хватит. Как он носится. Да. Как долго он будет звучать. Так, чтобы я его ощущала. Так что сегодня у нас день знакомства с брендом. И день знакомства с ароматом. Аромат Ангел Трамп. Всем спасибо за внимание. Доброе утро. Доброе утро. У нас четверг. Я собираюсь на работу. Да, сегодня в какой-то веке я делаю видео с утра. И я решила, что сегодня я надену вот этот аромат. Это у нас Арабская Мира. От известного парфюмерного дома Венецианский Купец. Какой вот аромат интересный. Здесь у нас Мира. И я не знаю, я не помню, честно говоря, кажется, какие-то источники дают еще ноты. А какие-то говорят, что нет, здесь только Мира. Этот аромат вообще достаточно уютный. Он такой мягко согревающий, немножечко сладковатый. Очень окутывающий и совершенно негромкий. Он где-то вот достаточно рядом с носителем обитает. Вот у меня сегодня с утра, сейчас я ползу на ревакцинацию в университете. Университет проводит для сотрудников, студентов. А потом поползу, у меня будет занятие. Вот. Так что сегодня я буду вот в таком вот замечательном аромате. Всем хорошего дня! Добрый вечер! Добрый вечер! Уже вечер пятницы. Я как раз пришла с работы. Хочу сделать видео о том, какой аромат был на нее сегодня. Ну, что сказать, в квартире у меня не так много разнообразных локаций. Но мне кажется, рорчик всегда будет такой симпатичной локацией. Да, мы все согласны. Сегодня на мне был вот этот вот замечательный аромат. Это аромат от марки Териды Гунсбург. И называется он Парти Пре. Парти Пре. Очень приятный аромат. Действительно, очень приятный аромат. Если я правильно помню, там есть цветочные ноты. Я точно ощущала цветочные ноты. Потом я ощущала, знаете, вот цветочные ноты в таком немножко кремово-амбровом коконе. С какой-то очень приятной тоненькой-тоненькой кислиночкой. Шторверчик. Это моя рука. Это моя рука. Вот аромат негромкий. Аромат достаточно интимный, но стойкий. Но стойкий. Ну что ж, рор. Если не хочешь больше быть фоном, то... Да. Как-нибудь сейчас ты уйдешь. Аромат негромкий, но он остается на коже, он остается на одежде. Вот до самого вечера я сейчас пришла, и я со своих вещей, я чувствую этот аромат. Так что он достаточно стойкий. Но шлейфа практически нету. Вот. Так что вот такой у меня аромат был сегодня. Всем-всем-всем приятной пятницы. Добрый день. Добрый день. У нас сегодня суббота. И я достаю свой сегодняшний аромат, который я уже решила, что возьму. И делаю это вот здесь. Вот в своем уголочке от левантов и миниатюр я уже решила. Вот этот флакончик, который вы видите вот сверху. Я беру его. Итак, что это? Да, у меня пальцы в этом, в маркере. Я испачкала только что. Значит, это аромат от бренда Терри де Гунсбур. У меня в таком вот фирменном тревел-варианте. И аромат называется Руш Ноктюрн. Я недавно показывала его, по-моему, в ароматах октября. Потому что он приехал ко мне. Или в осенних покупках, я точно не помню. В общем, он приехал ко мне совсем недавно, этой осенью. И я его еще не носила. Он у меня какое-то время лежал. Просто лежал, отлеживался. И, в общем, я решила сейчас его достать. В субботу у меня целый свободный день. Я, в общем-то, буду заниматься своими личными делами дома. И я надеюсь сегодня поносить, посмотреть, как на мне будет раскрываться этот аромат. Что я могу сказать по поводу этого аромата. Здесь заявлено роза и пачули. В некоторых источниках указываются еще другие ноты. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим, что это будет за аромат. Мне, конечно, интересно. Насколько интересна и богатая пирамида. Насколько стойкий аромат. Потому что для меня стойкость это всегда важно. Ну, и насколько, конечно, мне этот аромат понравится. Всем приятной, отличной субботы. Добрый день. Добрый день. Уже пришло воскресенье. Я выбрала себе новый аромат. И это аромат, который вы видите перед собой. Это марка Корлов. И аромат называется Корлов Голд. Но то, что Голд, мне кажется, это прям-таки хорошо заметно. Голд играет и веселится. Крышечка здесь тоже Голд. Аромат вообще очень приятный. Я с ним познакомилась в начале своего парфюмерного пути. И отливантик. У меня был буквально там отливант то ли на 3, то ли на 5 мл. Я очень быстро его относила. И купила себе остаток во флаконе. И периодически пользуюсь под настроение. Ибо аромат такой интересный. Мягкий аромат. Аромат, если я правильно помню, он вообще-то цветочно-мускусный. Потому что здесь очень мягкие, приятные цветы. Разные, как мне кажется, здесь цветы. Вот насколько я сейчас помню. И здесь есть такая достаточно приятненькая, знаете, не солирующая, не вызывающая, не наглая тубероза. И здесь, мне кажется, достаточно приятный, пушистый, мягкий мускус. По крайней мере, это то, что я здесь большей частью ощущаю. Да, здесь вот вполне возможно, если я правильно помню, то вполне возможно, что здесь где-то ошивается еще и кокос. Вот, ибо аромат такой, знаете, цветочно-кремовый, округлый. Вот, с легкой такой пушистостью, такой весьма приятный. В общем, мягкий, женственный, приятный ароматик. Я его с большим удовольствием носила какое-то время. Вот сейчас как-то реже делаю к нему подходы, ибо коллекция постепенно разрастается, разрастается. Вот, но сегодня мне захотелось вот чего-то такого нежно-женственного, цветочно-кремового. И я достала вот этот аромат. Такое у меня сегодня домашнее пушистое настроение. Ну, что ж, всем приятного дня, приятного выходного, и всего хорошего. Неделя закончилась. Сегодня как раз таки седьмой аромат. Я надеюсь, вам видео было интересное. Надеюсь, вам оно понравилось. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и будем делать что-нибудь новенькое. В планах у меня разнообразные недели. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok